всем большой привет сегодня сейчас 16 часов вечера и я иду на одно мероприятие меня пригласили на открытие студии fk models это студия модельного агентства веры глотковой которая была на модном приговоре погода сегодня просто кошмар с утра льет дождь я кстати не очень что-то не уточнили где именно находится эта студия в общем погода кошмар дождь самого утра лил ливень кошмарный знаете в такую погоду вообще хочется просто вот спать спячку и больше не просыпаться до следующего лет или когда-нибудь уехать ну кошмар вот и вообще в шляпе кстати под дождем ходить нельзя но так как я не хочу не хотела брать зонт решила подвергнуть суровому испытанию влагой свою шляпу моя шляпа улетела под колеса машина блин ненавижу этот ветер я не знаю как жить после этого вообще же боже мой где студии где где хорошая погода в конце концов что за ужас вон все нашла мы старались создать пространство которое будет комфортно и удобно для всех но конкретно наши фотостудии это для того чтобы сотрудничать с фотографами и визажистами и так далее чтобы это было какое-то такой творческий подъем и движение здесь у нас мастер маникюра здесь будет педикюр и метро плейдинг соответственно здесь мы взяли мастера по бровям вот так что соответственно там дальше ходить у нас будет шоу-рум что за шоу-рум шоу-рум молодежной одежды то есть в принципе для девочек наверно от 20 до 30 примерно где-то так я пошутил насчет грязных танцев все будет проще мне кажется просто забугал людей я специально сел на диван чтобы не давить понимаешь не будет никакого трэша тогда ладно я пошел раз трэша не будет я не участвую по одному комплименту быстренько передаем друг другу микрофон кто чуть-чуть замешкался сразу выбываем лучшие лучшие партизанское фантастическое хорошие божественное в России танец победителя божественное пасту и и и Натуральный, кстати, сметанник. Это очень интересно. Кто готов съесть рук? Слушай, давай, давай, давай. Опа, процесс пошел! Да, леночки! Да, леночки! Работает, брат! Итак, второй кусочек. И тысячу рублей первый сто. В общем, все прошло очень круто, очень душевно. Там попели песни, потанцевали. Я спела первый раз свою песню «Кверху ногами». Если вы не знаете, я когда-то писала песню, очень много у меня осталось. Три года я этим не занимаюсь. И сейчас делаю минусовки, освоила программу для того, чтобы тоже делать клипы. Возможно, выступать уже где-то на большой сцене, не под гитару петь. Вот, у меня, собственно, была минусовка на телефоне. Вот, я решила заполнить паузу, когда никто не знал, что петь, как петь. Немного отдохнула. Теперь домой. Опять за работу, за монтаж, за редактирование фотографий. Очень много дел. Я вышла из подъезда навстречу приключениям, и висит стенд. Вот такой стенд, и написано, да, запрещено клеить объявление на стенд. Всегда интересно, кто это запрещал. Смотрите, я пришла в магазин, и раньше, если мытая морковь, вот эта, стоила очень дорого, то вот морковь, она называется Россия, она стоила очень дешево. Смотрите, какие цены. То есть, мытая морковь, хорошая, чистая, стоит дешевле, чем российская грязная морковь. У меня на завтра была запланирована съемка на набережной в легких платицах, но я чувствую, что она отменяется, потому что погода ужасная. Смотрите, шла и познакомилась с молодым человеком. Денис, да? Нет, Десан. Десан, а, Десан. Откуда такое имя? Из Персии. Из Персии, первый раз слышу. Вот, и знаете что, мы обменялись визитками, и тут, вот, сейчас я вам покажу, Наташу не кормить, вот, представляете, меня не кормить. Вот, ну ладно, сфоткаемся. Вот так вот, девушки, хотите знакомиться, ходите с яркими зонтами и в яркой одежде. Правда, возможно, конечно, что маньяки на вас клюнут. Маньяки, они клюют на яркую одежду. Но, возможно, что и хорошие ребята встретятся. Я приехала сегодня на Нижегородскую ярмарку по поводу сотрудничества с дизайнером бренда Никита Ринадия. Надежда приехала из Кишинева. Очень интересные варианты, как я посмотрела в группе ВКонтакте. То есть, интересные фасоны, натуральные ткани. Ну, сейчас посмотрим, возможно, себе что-то подберу. Музыка. Музыка. Я присмотрела два очень классных варианта. Это черное платье из костюмной ткани с ремешочком. Это даже не платье, а кардиганчик, который можно носить как платье, ну, собственно, и как кардиган. Вниз можно поддеть топ, вот кроп-топ, очень нежные ткани, натуральные. Действительно, знаете, когда ты надеваешь на себя многослойный образ, а кожа дышит, то есть совершенно не чувствуется наслоений. Вот, и второй наряд – это платье красное, очень хорошо село по фигуре, то есть лекала отличная. И поверх из гипюра жакетик, очень легкий, прозрачный, с красивой драпировочкой. Если вы из Нижнего Новгорода и сейчас меня смотрите, то очень советую съездить завтра на Нижегородскую ярмарку, зайти в 34-ю палатку, потому что бренд Никита Ренадзе находится именно там. Ну, девочки, конечно, немного переживают из-за того, что такой формат палаточный. То есть они ожидали, что будет какой-то хотя бы павильон, который чаще всего бывает на Нижегородской ярмарке. Вот, но тем не менее, у них сейчас там большое количество платьев на разные размеры до 52-го. Есть платья такие, знаете, если вы, например, собираетесь кому-то на свадьбу пойти. То есть такие очень интересные рубашки, брюки, комбинезоны. То есть все для повседневной, для жизни, для работы. Очень много вариантов. Если вам интересно, то обязательно перейдите по ссылочке в описании, посмотрите в группе ВКонтакте, какой ассортимент у Никиты Ренадзе. Возможно, вам что-то понравится. Ну, а я желаю всем удачи, всем пока, ставьте лайки, подписывайтесь. Пока!